Преобразования в городской поликлинике начались в буквальном смысле с порога. Заменили двери и разделили поток входящих и выходящих пациентов. Руководство медицинского учреждения приняло к сведению пожелания граждан. Для соблюдения правила септики закупили современное оборудование для хирургического отделения. Новое веяние времени – бактерицидные камеры для работы со стерильными одноразовыми материалами. Стопроцентная стерильность достигается использованием крафт-пакетов индивидуально для каждого пациента. Изменения пройдут и в отношении кадрового состава. Возникла необходимость по переводу врачей-терапевтов участковых, которые находятся у нас, принимают в филиале, в головное учреждение, в городскую поликлинику. Это у нас три доктора. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы улучшить качество медицинской помощи, улучшить преемственность в выписке лекарственных препаратов и активизировать работу в плане повышения уровня обследования, в том числе и узкими специалистами. С 1 июня терапевты из филиалов будут вести прием в основном здании поликлиники. Это позволит ликвидировать очередность. Граждане смогут значительно быстрее попасть на прием к врачу, повысится качество медицинских услуг. В отделении медицинской профилактики помогут избавиться от никотиновой зависимости. Ежедневно с 17.00 до 19.30 ведет прием врач Дмитрий Кульченко, к которому можно обратиться за помощью и навсегда попрощаться с вредной привычкой курить. Очень часто, к сожалению, происходит так, что здоровье пациентов нужно больше врачу, чем непосредственно населению. Поэтому надо менять вот это вот мировоззрение людей, что пока не заболело, значит все в порядке. Отделение медицинской профилактики способно принимать ежедневно 50-60 пациентов, но приходит всего около 15 человек. Профилактический осмотр необходимо проводить раз в три года. Выявления на ранних стадиях рака, диабета и других заболеваний сегодня позволяют их полностью излечить. Причем профосмотр абсолютно бесплатен. В этом году активизирована работа с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Согласие пациента, находящегося на диспансерном учете, ему будут приходить СМС-рассылки, чтобы он не забывал измерять уровень артериального давления и соблюдать предписания диетолога. Главное понимать, здоровье – вещь хрупкая и требует к себе постоянного внимания.